Следующий выступающий, представитель марксистской тенденции, товарищ Антон. Было достаточно уже белого, даже может слишком много, поэтому чуть-чуть красного, короче, немножко коммунистической пропаганды я пытаюсь организовать. Начнем с того, что некоторые левые перед этим митингом и вообще в целом, они относятся несерьезно к теме судебной системы. Они считают, что эта тема якобы неактуальна, но я думаю, что этим левым нужно в первую очередь посмотреть статистику, во-вторых, посмотреть самые популярные новости, которые постоянно всплывают в СМИ и в соцсетях. Чаще всего, очень часто эти новости касаются несправедливых решений судов. Каждый день люди видят, что одинаковые наказания, какие-то никчемные условные сроки получают одновременно. И владелец предприятия, по вине которого рабочие погибли на производстве, и чиновник, укравший десятки миллионов из бюджета, и простой рабочий парень, у которого кончились деньги до зарплаты. Он зашел в шаверму и украл там три шавермы. Он получил за это три года условного срока. Те же самые сроки получают чиновники, те же самые сроки получают капиталисты за свои реально убийственные преступления против рабочего класса. Поэтому тема судебной системы, тема ее изменения, она безусловно актуальна. Я думаю, что этим левым нужно просто открыть глаза. Но не подумайте, что мы защищаем буржуазную законность. Потому что буржуазная законность это просто выражение угнетенного положения огромных масс, выражение господства имущих классов над классами неимущими. Но то, что происходит сейчас в российских судах, это даже хуже, чем просто буржуазная законность, потому что это просто беззаконие. Это открытый грабеш, это открытый обман и это просто победа, это окончательная победа капиталистов, чиновников, бюрократов над простыми трудящимися людьми. Так что я думаю, что вопрос о необходимости выборности судов и вопрос вообще о любой демократизации судебной системы, он абсолютно актуален. Потому что это единственный вопрос, который может дать рабочим какую-то возможность повлиять на этот судебный процесс, какую-то возможность бороться за свои права. Мы должны любую такую возможность поддержать. Однако мы не должны, я считаю, разделять никаких особых иллюзий. Мы должны поддержать это движение, но мы не должны разделять иллюзий, что это абсолютно реально. Я думаю, что вполне возможно, что российская власть сейчас просто не может дать никаких демократических свобод своим гражданам. Потому что любая демократия, для нее это опасность. Возьмем для примера события, которые происходят прямо сейчас. Выборы муниципальных депутатов. Муниципальные депутаты, Карл, это люди, муниципальные депутаты, это люди без особых полномочий, даже без зарплаты. Но даже здесь мы видим, что власть не дает людям просто баллотироваться на эту малозначительную должность. Почему это происходит? Просто потому, что власти опасна. Любая демократия, любое проявление власти народа, любое проявление независимых мнений, любая попытка как-то повлиять на власть, она воспринимается ей как угроза. Это так и есть, и тем хуже для власти. Мы, я думаю, мы как коммунисты должны смотреть на это реально. И мы должны поддержать любое стремление к демократии, любое стремление людей. Очевидно, что люди недовольны судебной системой. Это так. Но люди всегда испытывают ощущение, что они не могут ничего изменить. Мы должны помочь людям. Мы должны выдвинуть правильные лозунги, поддержать их и вступить в борьбу. Мы понимаем, что существующий режим – это режим угнетения большинства населения. Это режим диктатуры буржуазии. И этот режим функционирует не в интересах рабочего класса, не в интересах большинства населения. Поэтому мы должны вступить в эту борьбу. Мы должны выдвигать свои лозунги. Мы не должны стоять в стороне, когда такие вещи происходят в нашей стране. Спасибо. 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 Спасибо.